Телеканал КРТ представляет Буквально за пару дней до этого председатель комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель, комментируя задержание основного противника Лукашенко на президентских выборах, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарику заявил, цитата, «Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть и выше», конец цитаты. Однако во время разговора Лукашенко с тем, который выше «Газпрома», тема «Белгазпромбанка», согласно сообщению пресс-службы, вообще не поднималась. По официальной информации, разговор касался трех основных тем. Лидер Белоруссии взял на себя обязательство закупить в необходимом объеме российское лекарство от COVID-19. Кроме того, Лукашенко подтвердил приезд на Парад Победы 24 июня вместе с сыновьями. Что же касается экономической повестки дня, то стороны договорились провести переговоры в Москве. В тот же день, 19 июня, в Минск прилетел глава российского МИД Сергей Лавров. На фоне все еще не снятой до конца напряженности в российско-белорусских отношениях, подписание двумя субъектами союзного государства соглашение о взаимном признании виз выглядит небольшим, но шагом в интеграционном направлении. Во всяком случае, официозная российская газета дала отчет о визите с заголовком «Лукашенко и Лавров подчеркнули братский характер отношений двух стран». И врезом, цитата, «Дружественным оптимизмом наполнен был диалог главы Белоруссии Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл 19 июня в Минск, для подписания межправительственного соглашения о взаимном признании виз, отмечают обозреватели». Конец цитаты. «Наша международная панорама записывалась до переговоров Лукашенко и Путина в Москве, но на авторских правах ведущего программы рискну присоединиться к мнению традиционно обладающего инсайдерской информацией российского коммерсанта, а заглавившего аналитический материал из всех возможных белорусских зол в Кремле в итоге выберут злопривычное». Автор аналитики подчеркивает, цитата, «Привыкнув за долгие годы к тому, что Москва позволяет ему гораздо больше, чем лидеру любого другого государства, Лукашенко вошел во вкус и не может остановиться, не контролируя ни себя, ни своих чиновников, ни свои пропагандистские СМИ. При выработке отношения Москвы к белорусскому кризису обиды и раздражения поведением Лукашенко могут стать одним из факторов, которые, по-видимому, придется учитывать». Однако разбор непростых полетов завершается благоприятным для российско-белорусских отношений выводом. «При всей своей специфике Лукашенко уже привычный. Даже в своей импульсивности и непредсказуемости он предсказуем. За 26 лет с ним научились вести дела, хотя далеко не всегда научились его переигрывать. К тому же Лукашенко, несмотря на все попытки заигрывать с Европой и США, для Запада все равно чужой. У белорусского президента такой послужной список, что его там, если и ждут, то только в Гааге, приготовив одну из камер. И в глубине души Лукашенко это, конечно же, понимает. А стало быть, при всех капризах и выпадах пойти на настоящий конфликт с Москвой на разрыв он не может себе позволить». Впрочем, не только у Лукашенко, но и у Москвы возможности для маневра весьма ограничены. В интервью ведущему польскому изданию «Ржечь Посполита» главный оппонент Лукашенко Виктор Бабарико назвал три ключевые события в истории Белоруссии. Это коронация основателя Великого княжества Литовского Миндовга в Новогрудке в 1253 году, провозглашение Белорусской Народной Республики в 1918 в Минске и создание Республики Беларусь в 1991 году. «Это события, которые сформировали нашу государственность», заявил Бабарыко. По его словам, примером негативного события истории Белоруссии могут быть разделы Речи Посполитой в конце XVIII века. Комментируя такие заявления, автор аналитики в «Коммерсанте» подчеркивает, цитата, «Это знакомый дискурс белорусских национал-патриотов, всячески противопоставляющих себя и свою историю России. Лукашенко с его ностальгией по советскому наследию по единой стране в идеологическом плане Кремлю, конечно, ближе». А тем временем, прикрыв российское направление и закрыв главного конкурента Виктора Бабарыку, собравшего более 400 тысяч подписей при 100 тысяч положенных, Александр Лукашенко весьма эффектно встретился лицом к лицу с белорусской оппозицией в Бресте, обратившись к местным активистам, протестовавшим против строительства в Бресте аккумуляторного завода. «Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорбляйтесь. В усатый таракан, еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если вы хотите разного рода жулье защитить, ну вы защищаете только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего». Во всяком случае, в рамках данной картинки Александр Григорьевич выглядит явным моральным победителем. К слову сказать, вполне возможно, что в своей концепции внешнего вмешательства в дела Белоруссии Александр Лукашенко по возвращении из Москвы вернется к традиционному вектору вмешательства – западному. Тем более, что Москва на официальном уровне не стала реагировать на задержания и аресты оппозиционеров. В то время как Берлин, Париж и Евросоюз в целом осудили действия официального Минска. Так, согласно информации Deutsche Welle, Евросоюз потребовал от белорусских властей и лично Александра Лукашенко немедленно освободить политических оппонентов и потенциальных кандидатов на президентский пост – Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других. Причем произошло это синхронно с переговорами Лукашенко с Путиным и Лавровым 19 июня. В заявлении ЕС от того же дня содержится призыв обеспечить честные выборы, гарантировать полное соблюдение верховенства закона и прекратить преследование и запугивание гражданского общества. Мы начинали программу с великой шахматной доски Збигнева-Бжезинского. Закончим же с его де-факто политического завещания, часть которого была сформулирована в 2012 году в статье для Foreign Policy. Он включил Беларусь в список восьми стран, которым грозит исчезновение в случае уменьшения внешнеполитической активности Соединенных Штатов. В список также вошли Грузия, Тайвань, Южная Корея, Украина, Афганистан, Пакистан и Израиль. Впрочем, это вполне логично. Если одна империя отступает, другие наступают. Геополитика не терпит пустоты.